СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ Любовно называли это артиллерийское орудие «Емелей». Именно оно в августе 1944 года произвело первый выстрел по территории гитлеровской Германии. Гаубица-пушка МЛ-20 в фильме «Оружие». В Первую мировую войну Российская императорская армия вступила с небольшим количеством орудий крупных калибров. Необходимость в них была осознана очень быстро. За несколько месяцев были разработаны, испытаны, приняты на вооружение и освоены в производстве несколько типов орудий большой мощности – гаубиц и мортир. Во время Гражданской войны производство крупнокалерной артиллерии в России прекратилось. Однако уже в первые мирные годы разработка и выпуск орудий большой мощности в Советском Союзе возобновилась. Проектированием тяжелых орудий занималось несколько КБ. Благодаря таланту инженеров и конструкторов, их самоотверженному труду, в кратчайшие сроки, практически с нуля, было создано сразу несколько образцов крупнокалиберных пушек, ни в чем не уступавших аналогичным орудием, принятым на вооружении армий ведущих мировых держав. Одним из самых известных тяжелых орудий Второй мировой войны стала гаубица-пушка МЛ-20. Она была разработана талантливым конструктором Федором Петровым. Петров Федор Федорович – конструктор артиллерийского вооружения, генерал-лейтенант-инженер, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственных премий. Годы жизни – 1902-1978. Автор конструкции нескольких десятков полевых, противотанковых, танковых пушек и гаубиц, самоходных артиллерийских установок. Один из создателей первых боевых тактических ракет. В начале 30-х годов руководство Главного артиллерийского комитета и группа конструкторов во главе с Василием Грабиным обратились к отечественным КБ с предложением подготовить проект оригинального артиллерийского орудия, которое совместило бы в себе элементы полковой пушки и гаубицы. Помимо возможности ведения стрельбы по навесной траектории, оно должно было иметь высокую начальную скорость полета снаряда. Это позволяло бы вести огонь прямой наводкой. Также по технологическим соображениям требовалось использовать в новом орудии ствол 152-миллиметровой осадной пушки образца 1910 года. На момент создания она являлась одним из лучших орудий мира, использовалась в Первой мировой войне и гражданской войне в России. В 1930 и 1934 годах была модернизирована. Это орудие имеет крайне интересную историю. Создали его на фирме Шнейдер в 1909 году во Франции. Причем ее создавали не для французской армии, а создавали специально по заказу Главного артиллерийского управления России. Вообще был объявлен конкурс, на котором участвовали орудия Виккерса, Круппа и Шнейдера. Но лучше выбрали систему Шнейдера. За выполнение задания в инициативном порядке взялся молодой энергичный коллектив конструкторского бюро артиллерийского завода номер 172. Завод располагался в Мотовилихе, неподалеку от Перми. Отсюда индекс орудия МЛ. К этому времени здесь уже было налажено мелкосерийное производство гаубицы пушки МЛ-15. Коллектив инженеров-энтузиастов во главе с Федором Петровым создал отличное оружие. Главный конструктор использовал лучшие разработки своего времени. В 1936 году комиссии Главного артиллерийского управления было представлено два орудия. МЛ-15 и образец новой гаубицы пушки, получившей в дальнейшем наименование МЛ-20. Орудие, разработанное в инициативном порядке, показало великолепные баллистические характеристики. Было у него еще одно важное достоинство – высокая степень унификации узлов и деталей со шнейдеров с пушкой, которая изготавливалась на заводе в Мотовилихе и для которой была готова вся технологическая оснастка. Вердикт военных экспертов был однозначен – принять на вооружение Красной Армии гаубицу-пушку МЛ-20. Гаубица-пушка образца 1937 года МЛ-20. Калибр – 152 мм. Длина ствола – 32,4 калибра. Масса в боевом положении – 7270 кг. Масса фугасного снаряда – 44 кг. Начальная скорость снаряда – 655 метров в секунду. Наибольшая дальность стрельбы – 17 230 метров. Несмотря на широкую унификацию со шнейдеровской пушкой, МЛ-20 имела много новых элементов. Ствол получил мощный дульный тормоз. Поршневой затвор обеспечивал скорострельность 3-4 выстрела в минуту. Открывание и закрывание затвора производилось поворотом рукоятки. Переход из походного положения в боевое занимал 8-10 минут. Благодаря удачной конструкции и наличию разнообразных выстрелов с 13 переменными зарядами, орудие обладало уникальными возможностями маневра огнем. Стоит напомнить, что у МЛ-20 была высокая начальная скорость снаряда, как у пушки, и она могла стрелять по навесной траектории, как гаупица. Поэтому орудие успешно привлекалось для разрушения долговременных огневых сооружений, в том числе и бетонных, причем в ряде случаев прямой наводкой. Впервые МЛ-20 в небольших количествах была применена в ходе боев на реке Халхенголь. Орудие активно использовалось в Советско-финской войне, где оно успешно разрушало доты и дзоты на линии Маннергейма. К началу Великой Отечественной войны на вооружении артиллерийских полков Красной армии находилось свыше полутора тысяч МЛ-20. Их дальнобойность превышала показатели немецких полевых гаубиц почти в полтора раза. С учетом того, что в первые недели и месяцы войны немцы обладали подавляющим превосходством в воздухе, советским гаубичным дивизионам пришлось взять на себя несвойственную для времен Второй мировой войны функцию – борьбу с артерией противника. К этому времени штурмовая авиация получила мощное развитие, и дуэли между расчетами арт-батарей выглядели некоторым анахронизмом. В условиях 1941 года это была вынужденная мера. Но благодаря высокой дальнобойности и хорошей баллистике МЛ-20 в большинстве случаев выходила победительницей из этих дуэлей. Начиная с контрнаступления под Москвой, советская артиллерия стала использовать новый тактический прием, названный огневым валом. Он включал мощную продолжительную артподготовку, а затем сопровождение атакующей пехоты и танков. Гаубица-пушка МЛ-20 идеально подходила для выполнения этого приема. Осколочно-фугасный снаряд был отличным средством подавления опорных пунктов противника. Вес орудия позволял достаточно быстро перебрасывать артиллерийские батареи МЛ-20 на необходимые участки фронта. 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года сыграла важную роль в Курской битве, оказавшись одним из немногих орудий, способных эффективно бороться с новыми, хорошо бронированными немецкими танками и самоходно-артиллерийскими установками. Конечно, использование орудия таковласа против танков стало крайней мерой, поскольку для таких целей МЛ-20 имеет слишком большие размеры, соответственно, легко обнаруживается и поражается, высокую стоимость и малую скорость наводки. В то же время, при отсутствии или неэффективности штатных средств, МЛ-20 выполняла противотанковую работу. Бронебойные и бетонбойные снаряды легко поражали все танки вермахта, включая модифицированную «Панцер-4», «Тяжелые Тигр» и «Пантера». При попадании в цель осколочно-фугасного снаряда со средних танков срывало башню. В тяжелых машинах от мощного сотрясения ее заклинивало, выходили из строя вооружение и приборы наблюдения, экипаж получал травмы. Еще одно применение гаубицы пушки МЛ-20 заслуживает отдельного упоминания. Немцы с самого начала войны в массовом порядке и весьма успешно применяли штурмовые орудия и самоходные артиллерийские установки. Они служили средствами непосредственной огневой поддержки пехоты и истребителями танков. Многие модели германских самоходок были вооружены трофейными советскими пушками. На вооружении Красной Армии самоходных артиллерийских установок долгое время не было. Они появились только во второй половине Великой Отечественной войны. Одной из наиболее эффективных стала ИСУ-152, созданная на базе тяжелого танка ИС-2 и вооруженная МЛ-20. Это была самая мощная самоходная установка Второй мировой войны. ИСУ-152 с первого выстрела буквально сносила башни тяжелых немецких танков «Тигр» и «Пантера». За это советские бойцы окрестили самоходку «зверобоем». Многие специалисты считают, что МЛ-20 по совокупности характеристик, надежности, нетребовательности к техническому обслуживанию, сравнительной простоте конструкции намного превосходит современные орудия калибра 152 мм. Всего было изготовлено около 7 тысяч этих гаубиц пушек. В армиях нескольких государств они до сих пор находятся в боевом строю. Чудом артиллерийской мысли назвали гаубицу-пушку МЛ-20 военные эксперты стран-союзников СССР во Второй мировой войне. Рассказ о другой удивительной арт-системе гаубицы Б-4 в следующем фильме «Оружие». КОНЕЦ